Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале ЧТОКИ, а меня зовут Елена. И сегодня у нас с вами очень актуальная тема. Сегодня у нас очередное видео о новинках парфюмерии, которые либо уже запустились в 2020 году, либо они будут запущены вот уже вот скоро-скоро. В общем-то, новинки. Давайте с вами продолжим. Я уже даже запуталась, по-моему, какая-то часть. Я повторюсь, что я чуть-чуть буду поглядывать вот туда, на монитор, потому что здесь у меня стоит компьютер. И я буду читать пирамидки и, собственно, пытаться как-то проанализировать те новинки, которые у нас выходят в этом году. И давайте не будем надолго затягивать и начнем. И первая новинка – это бренд Anikgutal. Насколько я поняла, Anikgutal сейчас делают небольшой ребрендинг, потому что старые флаконы, к которым мы привыкли, уже уходят. Это вот эти вот ребристые флаконы с наклеечкой, с такой крышечкой и с бантиком. Это старый формат флаконов. Теперь флаконы, мне, как кажется, немного упростились. Может быть, они стали более лаконичными, как бы для нишевого бренда, да, больше соответствовать. Ну, они стали намного более простыми, в общем. Выходит новый аромат – Rospompon. Насколько я знаю, в Европе уже полноценно представлен. До нас вообще неизвестно, доедет ли, потому что я даже не знаю, где бренд Anikgutal у нас представлен. Что по пирамиде аромата? Это аромат, по которому принадлежит группе цветочные. Верхние ноты – малина. Средние ноты – болгарская роза, таифская роза, фиалка. Базовые ноты – ваниль. Ох, трудно мне здесь комментировать, потому что роза, роза, роза. Может быть, то, что малина есть – это и интересно, но роза, я, честно сказать, так себе отношусь к чисто розным ароматам. Поэтому лично для меня это не особо интересно, потому что, ну, знаете, ну, таифская роза, какая-то еще роза, для меня примерно, если это аромат, который связан чисто как бы с розой, они для меня плюс-минус одинаковые. Поэтому я лично для себя не хотела бы, наверное, его тестировать. Нет, если бы, конечно, мне дали, где потестировать, я бы потестировала. Но специально где-то искать, допустим, от Левант, наверное, бы не стала, потому что слишком много розы – не мое. Еще одна интересная такая водичка выходит у Аджмал, точнее, она уже вышла в 2019-м еще году, но почему-то в интернете о ней информация появилась только недавно, и я у нас ее до сих пор в продаже не видела. Если вы видели, скажите мне, пожалуйста. Это Аджмал Ауром Винтер. Как вы понимаете, наверное, аромат был к зиме 2020 года выпущен, но я его еще в продаже не встречала у нас. Интересно то, что аромат назван зима, но при этом у него достаточно такие теплые ноты. Это фруктовые ноты, цитрусы, цветочные ноты, амбра, и мускус, и мох. То есть амбра – это достаточно, мне кажется, такой теплый компонент, и, в принципе, фруктовые ноты – это что-то, наверное, ближе все-таки к чем-то летнему, а не к зимнему. Ну, люди на фрагрантике говорят, что похож на аромат свежевыстиранного белья, но здесь и флакон такой, в принципе, вы увидите, здесь я покажу флакон, чисто белый, да, лаконичный белый флакон, и мне, как кажется, вот там вот в этой вставке, там какой-то то ли перышки, то ли какой-то пушочек, что-то такое, короче, беленькое, очень милое. Поэтому, возможно, это очень мило и интересно, но где взять, где потестить, где купить – понятия не имею. В бутиковой линейке Christian Dior вышел аромат Rouge Trafalgar. Я вообще, честно сказать, не разделяю любовь к этой линейке бутиковой, вообще, я уже, наверное, во многих видео говорила, то, что я небольшой поклонник вот этих дорогих бутиковых линеек у люксовых марок, то есть а-ля там Lancome, Dior или там Guerlain. Ну, сейчас практически каждый бренд выпускает вот эту типа дорогую, типа нишевую линейку, но на самом деле это совсем не ниша, это просто очень-очень дорогой люкс в красивых банках, может быть, чуть-чуть где-то отличающийся от типичного люкса, да, то есть они там больше себе позволяют какой-то шаг в сторону, но, тем не менее, для меня это все равно просто люкс за очень-очень большие деньги. Поэтому и к нишевой линейке Christian Dior я никогда особо не присматривалась, но этот аромат почему меня заинтересовал? Потому что здесь вишня в пирамиде, причем не только вишня, но и клубника. Если смотрите мой канал, наверняка знаете, что я просто коллекционирую вишневые ароматы наряду с миндальными, кофейными и шоколадными. Поэтому, ну, вишня, конечно, у меня всегда в топе, вишня всегда в ряде первых ароматов, которые я рассматриваю к покупке, поэтому еще раз хочу сказать, что если вы знаете какие-то достойные вишневые ароматы, пишите мне обязательно об этом, вот сюда. Если у меня их в коллекции все еще нет, я обязательно найду где-то пробники от Levante, чтобы их послушать. И пока у меня вот такая пауза, да, я хочу, пока не забыла объявить о том, что у меня в инстаграме распивы, ребята, почти 200 позиций ароматов я распиваю. Это большая часть моей коллекции. По-моему, около 180 сейчас ароматов в распиве, почти каждый день я что-то добавляю, поэтому находите по нику Читоки мой инстаграм, добавляйтесь. В актуальном есть два альбома распивов, там все написано, читайте, пожалуйста, внимательно, пишите. Так вот, что касается Рустрофальгар, это аромат принадлежит группе Шипровые и Фруктовые, и здесь у нас верхние ноты клубника, малина, мандарины, вишня, средние ноты грейпфрут, черная смородина и базовые ноты почули и мускус. Интересная такая картинка, боже, она меня прям уже завлекает, там разрезанная клубничка с малинкой, с каким-то вином, то ли соком, это все вот так вот переплетено. Выглядит красиво, я покажу обязательно картинку. Короче, это я послушать хочу. Как только представится возможность, раз здесь заявлена вишня, мне интересно. Единственное, что говорят, что он похож на Bella Essence Oscar de la Renta. Oscar de la Renta ароматы недалеко не все мне нравятся, кажутся достаточно простенькими, поэтому не знаю, не знаю, но Рустрофальгар у меня стоит такая галочка подтестить. И, опять же, Кристиан Диор выпустил новый аромат Уд Роузвуд, Уд и розовое дерево. В 2020 году, я не знаю, актуально все ли, все еще ли, это все еще ли, все еще ли, короче, актуально ли все еще, эта тема Уда в 2020 году. Мне кажется, каждый парфюмер, который только мог, уже сделал свой Уд, каждая марка уже показала свой Уд. Вот куда еще, что еще интересного можно придумать в теме Уда, я не представляю, но они продолжают упорно клепать эти Удовые ароматы. В общем, здесь у нас, кстати, Франсуа Димаши, парфюмер. И верхние ноты Айва и Малина, средние ноты Сандалы, животные ноты, базовые ноты Уд и Палисандр. Животные ноты, может быть, это имеется в виду какой-то мускус. Я, в принципе, не против животных нот, я редко их когда ощущаю. Вот, а если ощущаю, то обычно они меня не напрягают. Если это, допустим, не такой мускус, как в молекуле четвертой, вот, то, в принципе, это норм. Поэтому не хочу сказать, что я хочу послушать этот Уд розовое дерево, нет. Просто говорю вам о том, что вот оно есть. Если вы заинтересованы, то вы послушайте. Я уже удов наслушалась за последние лет пять, мне кажется, просто вот так. Мне кажется, уже нечего нового там придумывать, просто нечего. Поэтому давайте переместимся дальше. Зара выпускает мужской новый аромат. Men's Silver Summer. Серебряное лето. Да, прочитаю быстренько пирамиду, тем более она состоит всего из трех нот. Это лимон, кардамон и сандал. Опять же, я вообще абсолютно не знаток мужских ароматов, поэтому мое дело просто вам рассказать о том, что этот аромат есть. А вы уже там себе решите, нужно ли вам с ним знакомиться. Следующий аромат это Yvroche. Выпускает, я так и не поняла, то ли это переиздание, то ли это фланкер. Ну, в общем, переиздание аромата Manoy. Знаменитейший аромат Manoy. Летний, отпускной, кокосово-тиарешный и все в этом роде. В общем, это у нас Manoy Vagdete будет называться. Выглядит абсолютно так же, мне кажется, как выглядел флакон прошлого Manoy. Ну, чуть-чуть с какими-то изменениями шрифта, может быть, доработкой флакона. И здесь у нас верхняя нота Тиаре, средняя нота Гардения и Manoy, базовая нота Ваниль. Я не знаю, будет ли он чем-то отличаться, потому что уже многие пользователи характеризуют его похожим на прошлый Manoy и также на Герленд Терракоту. Мне нравится это направление ароматов летних, пляжных, запахом вот этого крема от загара. Да, с запахом морского песка, там моря, бриза, тропических цветов, фруктов. Я это все очень люблю. Но, мне кажется, популярность Manoy была настолько велика у марки Evroche, что они просто хотят еще, еще этой популярности. Но, наверное, лучше бы они просто вернули в продажу старый Manoy. Я не знаю, не могу судить, не слушала новый. Но, видимо, что-то они поменяли, раз решили сделать полное переиздание аромата. В любом случае, если у меня представится возможность, я послушаю. Но почему-то мне кажется, что это одно и то же. Почему-то мне кажется, что это просто переиздание. Если вы его уже успели послушать, расскажите мне, пожалуйста, об этом. Бербери у нас выпустил новый, очередной, я уже сбила со счета, по-моему, третий фланкер аромата Her. Теперь это Бербери Her London Dream. Лондонская мечта. И, кстати, здесь у нас уже парфюмер, не Куркиджан, по-моему, флагманский парфюмер был Куркиджан. Здесь у нас Джером Димарино и Майя Лерну. Верхние ноты лимон-имбирь, средние ноты пион-роза, базовые ноты мускус-амбра. Знаете, по пирамиде звучит очень скучно. Я сама не люблю имбирь, а имбирь с лимоном вместе, плюс еще здесь нам обещают вот эту кучу цветов, там пион-роза, еще и мускус в базе, не знаю. Звучит, по крайней мере, пирамида очень скучно. Как она будет на самом деле, не знаю, но мне вот сейчас по пирамиде интересным аромат вообще не кажется ни на минуту. Следующий аромат это новинка от Issey Miyake, которая называется Shades of Colum. Тени Колам, я не знаю, что это такое. Парфюмер Мари Соломань. Верхние ноты грейпфрут, белая фрезия и кардамон. Средние ноты жасмин, самбак, майская роза, ирис басмати. Базовые ноты белый кедр, серая амбра. На самом деле, очень интересная пирамида, особенно рис басмати. Как пахнет рис басмати, знаете ли вы, я вот нет. Пишут в комментариях, что очень позитивный, волшебный флакончик и очень круто пахнет. Я бы послушала, но пока, к сожалению, негде. А так, в принципе, очень-очень интересно. Вот такую марку я нашла. Не знаю, на самом деле, будет ли это полезно для кого-то, но я не могла просто о ней не рассказать в этом видео, потому что, ребят, марка, которая выпускает ароматы по Sailor Moon. Все знают, наверное, какой я любитель вот этой всей японской тематики, аниме, Sailor Moon и так далее, возмездие во имя Луны. В общем, марка из Японии называется Primaniacs. Primaniacs, наверное, Fragrance. Вот так. Character Primaniacs Fragrance. В общем, здесь просто куча ароматов. Они все выпущены, как бы, соответствуют каждый аромат какой-то из Sailor, да, Sailor Jupiter. В общем, их очень много. Я не буду читать пирамиды всех, потому что они все выпущены в 2020-м. Если вам будет интересно, вы просто перейдете и сами почитаете. Просто перечислю, здесь есть Sailor Chibi Moon, Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Moon, Sailor Neptune, Sailor Pluton, Sailor Saturn, Sailor Starfighter, Sailor Starhealer, Sailor Starmaker, Sailor Uran и Sailor Venus, Венера. В общем, их целая куча просто. И это мега интересно. Знать бы, где достать, наверное, только в Японии. Что очень и очень жаль. Следующий аромат мужской. От марки, которую все называют Jupe, но мы знаем, что он называется Jupe. В общем, аромат называется Ice Om, то есть лед мужской. И мне показалась достаточно интересная пирамида. Хотя я редко обращаю внимание на откровенно мужские ароматы, но пирамида действительно интересная. Это в верхних нотах бергамот, грейпфрут, слива и мускатный шалфей, средние ноты апельсиновый цвет, кардамон и табак, и базовая нота сандал. Слива, табак, мускатный шалфей, кардамон, что-то очень специевое. Хотя, знаете, меня всегда настораживают вот эти названия типа Ice, Sport и так далее. Что-то такое кажется сразу легенькое такое, не очень интенсивное. Но, может быть, это и что-то интересное. Поэтому, если у вас будет где, то послушайте. У Киллиана, я так понимаю, это вышел какой-то фланкер или какое-то издание 2020 года. Аромата Love. Он называется Love by Killian Rose and Oud Special Blend 2020 by Killian. Это что-то типа Love, который Love by Killian, только с добавлением Oud, я так и не поняла. Но, в общем, Келис Бейкер, парфюмер. Верхний нот Нерали, средние ноты роза, Oud, Ирис, Жасмин, Самбак, базовые ноты маршмеллоу, ваниль и мускус. Так-то интересно звучит, но пока непонятно. Главное, непонятно, где это послушать. Чем вообще это будет отличаться от базового аромата Love. Ну, наверняка уж будет чем-то, потому что, опять же, Oud, пресловутый Oud. Везде надо пахнуть этот Oud в 2020-м. Господи, зачем? Новый аромат вышел у Жванши. Это Жванши Irresistible. Сколько можно вот эту тему уже вот так вот, ее вот эту тему с Ирисистоблями этими? Ирисистобл зачем? Я не понимаю. Столько же их уже было, этих Ирисистоблей, этих разных. В общем, новый Ирисистобл абсолютно в другом флаконе. Раньше мы помним, что все Ирисистобл, Very Irresistable были в длинных флаконах-пирамидах. Это абсолютно другой флакон, квадратненький. Мне его посчастливилось уже послушать. В Золотом Яблоке он стоял в доступе. Единственный такой, вы знаете, типа промо, реклама. И вот он стоял на стенде, один тестер. Неплохой, но очень как бы люксовый, что и следовало ожидать, в принципе, пирамида. Верхние ноты Груша, Амбретта, средние ноты Роза, Ирис, базовые ноты Кедр из Вирджинии и Мускус. Похоже, говорят, на сотню ароматов. Пишут, что похоже на Идоль от Ланком. Похоже на Анаи, Анаи, Пример де Лис от Кошарель. Похоже даже на Ирис Фетиш от Эйва. Поэтому, ребят, ну просто вот очередной люксовый, даже не знаю, как это прилично сказать. В общем, люксовое творение, которое вот наряду с теми же там Идоль, Либр, Диор Джой, вот Габриэлла, вот так они их пуляют. Короче, просто одно и то же, мне кажется, вообще. У бренда Эстеллоудер вышел аромат очередной флангер Бронз Годес, бронзовой богини. Это Азур. Тоже вот эта тема, этой Бронз Годес, ее уже просто каждый год, знаете, как на мозоль, на нее давят, давят, что-то пытаются выдавить из этой темы Бронз Годес. Когда-нибудь она закончится, я верю в это. Ну, в общем, аромат для женщин принадлежит группе цветочные, древесно-мускусные, верхние ноты сицилийский мандарин, калабрийский бергамот, сицилийский лимон, средние ноты соль, морские ноты, нироли, инжир, апельсиновый цвет. Базовые ноты белый кедр, амброксан, мускус, кокосовое молоко. Смотрите, как интересно, даже до люксовых брендов уже медленными шажками дошел амброксан. Он вырвался из лап Гезы Шона и побежал в сторону Estee Lauder и всех люксовых ароматах. И вот мы уже видим у люксового бренда использование вот этих новомодных молекул. Ну, в общем, что хочу сказать, звучит прикольно. На кокос, соль, амброксан, водные ноты, инжир, что-то летнее должно быть интересное. Ну, если это все замешано на базе бронз-годес, то, в принципе, ничего нового. Бронз-годес для меня это в ту же степь абсолютно вот этих самых обыкновенных пляжных ароматов, кремов от загара, вот этих, о которых я говорила буквально в начале видео. Если это что-то новое, это, конечно, интересно было бы послушать, но пока, к сожалению, негде. И вообще неизвестно, появится ли он у нас. Еще об одной марке хотела вам рассказать. Она, кстати, из Чили. Я тоже, наверное, не буду заострять большое внимание на каждом аромате, потому что марка очень новая. Она называется Christian Brick. Это нишевый бренд из Чили. И здесь всего лишь 11 ароматов. Марка появилась в 2018 году, и в 2020 они сделали достаточно много ароматов. Это Aqua Dis Caramelli, Aqua Antarctic. Это оба мужских аромата. Также в 2020 Регио Дик Калабрия. Очень много ароматов, почему-то связанных с японскими и китайскими названиями, даже иероглифами записанных. Мне сначала показалось, что это даже какая-то либо японская, либо китайская марка, потому что есть такие названия ароматов, как Кимура, Шегонари, Суико, Юген. Ну, в общем, еще в 2020 вышел аромат Time Hunter. В общем, если вам интересно, здесь использованы такие интересные ноты, бурбон, там, виски и так далее. Почитайте. Я не буду заострять внимание на каждом аромате, потому что их реально много. С 2018 по 2020 год они умудрились 13 ароматов выпустить, поэтому я напишу название марки. Вот здесь будут фотки флаконов. Интересно, почитайте сами. Мое дело рассказать вот такой вот прикольной, интересной нишевой марки из Чили. У бренда Кристиан Сириано вышел аромат Оля-ля Руж. На самом деле я вообще до этого не была знакома с ни с одним ароматом этой марки. Я вообще ничего не знаю. Ребят, честно, мне понравился флакон. Вот он здесь. Он красивый. В форме цветочка. Я не знаю, что это за марка. Я хоть посмотрю, откуда эта марка к нам прибыла. Из Юнайтед Стейтс. Ну, вот как-то так. Онори Блан на них работала. И Кристель Лапарт. В общем-то, аромат, который называется Оля-ля Руж. Здесь у нас кровавый грейпфрут, пралиней шафран, звездчатый жасмин, горденья, тубероза, древесный янтарь и мускус. Звучит интересно. Где послушать, понятия не имею. Если вы знаете, напишите. Потому что я не знаю. И еще сегодня мы с вами обсудим такую марку, как Карнер Барселона. Карнер Барселона сейчас крайне много стали делать новинок. Я буквально, мне кажется, только пару видео назад вот рассказывала о новинках их. Может быть, мне, конечно, кажется. Но мне кажется, это было буквально месяца два назад у них были новинки. И вот снова у них выходит черная серия, которая называется Экстрадо Парфаум. То есть уже это в экстракте. Черная серия и несколько новых ароматов. Первый из них это Дракон. Это аромат восточно-древесный. И здесь у нас верхние ноты кипарис, бетель. Я не знаю, что такое бетель. Абсолютно вот здесь перец нарисован черный и бетель. Это две одинаковые картинки. Вот как черный перец выглядит, так же бетель. Я не знаю, что это такое, расскажите мне. Ну вот, это что-то похожее на черный перец. Средние ноты апельсиновый цвет на гармота и акигалавуд. Базовая нота кожа, пихтовый бальзам, сандал. Мне не нравится вот это вот все елочное, пихтовое в сочетании с перцем. Мне кажется, это либо будет очень по-мужски, либо просто хвойный лес. Поэтому не знаю, что там драконьего, но как-то вот не в моем вкусе. Пирамида, по крайней мере, не в моем вкусе. Второй аромат филина. Филина поинтереснее. Потому что здесь у нас абсент, лесной орех, бергамот. Средние ноты жасмин, ланг-кланг, кожа и гвоздика. Базовые ноты мира, апопанакс, теракс, ваниль и цвет. Ну, за исключением цвета, в принципе, ноты все интересные. Здесь вам и смолы, здесь вам и кожа, здесь вам и абсент, и здесь вам и орехи. Прикольно. Вот это вот я бы послушала, вот этот аромат филина. Хотя восточные цветочные, непонятно, почему восточных цветов-то толком нет. Но почему-то восточные цветочные. И еще один аромат это бестиум. Бестиум вообще мне не показался интересным по пирамиде. Какие тут сплошные цветочки. Я не знаю, что за бестиум такой. Но турецкая роза, болгарская роза, шафран, бергамот, китайский осман, тус, пачули, ладан. Ут, испанский лабданум, ладан. Ну, в принципе, много ладана, лабданума, но это все с розой. Роза, ладан, ладан, роза. Что-то уже такое было. Если не придумали чего-то супер-супер красивого и нового, то, в принципе, мне кажется, аромат, который повторяет множество тех, которые уже были. Ну, это лично мое мнение. Ребят, все. На сегодня, наверное, это, пожалуй, все. Я уже много сильно наболтала. Об остальном расскажу в следующем видео, потому что есть еще ряд новинок, которые я хотела вам показать, с вами обсудить. Если вы что-то из этого уже как-то умудрились послушать, если вы живете где-то не в России, да, где это уже доступно, допустим, там в Европе, в Америке, наверняка у вас эти новинки уже стоят, потому что обычно они там возникают и пораньше, да, то расскажите, пожалуйста, об этих ароматах, что вы о них думаете, чем они пахнут. Мне очень интересно будет об этом во всем почитать. А вам спасибо большое за внимание. Всем приятных парфюмерных покупок. И пока-пока-пока.